И всем кукушеньки, дорогие друзья, сегодня с вами допустим в Долбатурке 19 и продолжаю делать прогнозы на Рон Рамбл 19 года. Рон Раузи будет отставить свое чемпионство против Саши Бэнкс. И скорее всего она отстает удачно. Не в обиду Саши Бэнкс, но это выглядит просто как проходной соперник для Рон Раузи, чтобы просто дать ей поддержать титул побольше, чем положено. Хотя, я знаю Рон Раузи и знаю Даблу Луи, как относится к Рон Раузи. Мне кажется, она проделала титул гораздо дольше Руслмани. Хотя, кто знает, посмотрим. Рон Раузи будет отставить свое чемпионство против Саши Бэнкс, но это будет отставить свое чемпионство против Саши Бэнкс. Рон Раузи будет отставить свое чемпионство против Саши Бэнкс. Рон Раузи будет отставить свое чемпионство против Саши Бэнкс. Рон Раузи будет отставить свое чемпионство против Саши Бэнкс. Рон Раузи будет отставить свое чемпионство против Саши Бэнкс. Рон Раузи будет отставить свое чемпионство против Саши Бэнкс. Рон Раузи modes That'snt Субтитры сделал DimaTorzok 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 От которого у тебя нет ни единого шанса вырваться, потому что это... Так и должно быть? Окей, ладно, странно, я вроде на аперботе нашел. Реверсирует мой финишер Сашка и проводит свой болевой на мою коленку. Ну, давай. Бостонский краб на одну ногу называется, по-моему. Так, иди отсюда, Саша. Судью не зацепят лечит. Даже судья не приучит. Впервые в жизни он не получил как... Давай, не бью, не бью, не бью, а вот так. Отличный бросок, Род Рауди, даааа. Давайте еще и лицо раскрасим, Саша Бэкс. Она совершенно такая детская, что вырывается после моих приемов и еще успевает забраться на ринг, когда я ломаю ее стол. Так. Иииииии... Дааа, вот так вот. И желтые уже ручки у нашей Сашуньки. Давайте еще руки из-под ломаем его, чтобы ей веселее желать. Да-да-да, на руку. Хотя это скорее не так называется, но да ладно. Отдыхаю. Нужно немножко передохнуть Род Рауди, она уже устала изгибать кусок мяса. Давай, Саша Бэкс, соберись. На руку, кстати, все главные чемпионы настолько титаны, что даже не интересно смотреть матч этих титанов, на самом деле. Иииии... Иииииииииии... Иииииии... Сейчас про Раунд Рауди в плане, что она что-то плохая на ринге? Я бы не сказал. Ээээ... Я в плане того, что... Эээ... Слишком предсказуемый результат. Потому, что, ну, очевидно, Саша Бэкс проиграет. Очевидно, Фин Баллов проиграет. Это не интересно, на Смэкдаун... Эээ... Дио Брайан против Стайлз. По-моему, есть матч, если я ничего не путаю. По-моему, есть, да. Там менее очевидно. Но я ставлю на победу Дио Брайану, но там все равно есть шанс, хороший шанс, что Стайлз может победить спокойно. Но мне кажется, ему просто сейчас от нахрен не надо. И Дэниелу Брайану гораздо лучше сейчас выигрывать, нежели Стайлзу. Так что, да. Но это я забегаю вперед. Следующий матч, в который будет сыгран как раз-таки Дио Брайан и Стиль. И я ставлю на Стиль. О, на Дио Брайана. Куда? Конечно, на Дио Брайана. На, и снова ломаем мои ручки, Саша Бэнкс. Ой, Саша Бэнкс, Саша Бэнкс, кажется, ты будешь меня сопинить этими-то руками, а? Просто сейчас эти руки скоро превратятся в обычные плети, ты их не сможешь держать на весу спокойно. Да, валите за Ронду Раузи. Хотя у нее лицо не особо похоже. Вот у Рикошета лицо прям очень сильно похоже у Ронду Раузи, но не то чтобы сильно. Я бы, если вы посмотрели на ее лицо, я бы вообще не сказал, что ты Ронду Раузи. Да, просто лицо без затирки из-за всего. С Рикошетом, я бы сказал, так это Шрикошет. Он же Принц Пума, и все. А вот я тут вот не видно. Смотрите, на растяжку Саша Бэнкс. Я демонстрирую всем, что, наверное, ходила на хореографический кружок, хотя бы. Так, и отличный бросок от Саша Бэнкс. Давай, Саша Бэнкс, соберись, у тебя есть шанс. Дай мне еще один, пожалуйста, раз. Мне нужно нарезать, чтобы, если что, ты у вас отмишил за... Ага, понятно. Так, и будет ли удача запишена Саша Бэнкс? Да. Я даже на секунду поверил, Саша Бэнкс. На секунду поверил, что ты сейчас меня засопмитишь, Саша Бэнкс. Но нет. Не суждено тебе засопмитись. Ронду Раузи. И снова мы просто выламываем ей все плечи, локти, руки, кисти. На! И вот теперь до свидания. Да хватит, Саша Бэнкс. Саша Бэнкс, хоть и проходной соперник, но она не сдается. Она прям пытается сделать интригу из ничего. Саша Бэнкс, все и так всем ясно. Успокойся уже. Успокойся и прими свою судьбу, Саша Бэнкс. Давайте попробуем, вот сейчас я провел обычный прям. Я ее смогу удержать, интересно, или нет? Ну-ка. Раз. Два. А у нее хотя бы Саша Бэнкс вырывается после обычного прям. Молодец, Саша Бэнкс. На Габрайке, почти что примеху Адольфа Зиглера. Так, таунты от Ронда Раузи. Таунты от Ронда Раузи. Да, по таунтили. Хорошо. Восстановили немножечко. Таунты нужны для того, чтобы восстановить свое внутреннее дыхание. Чтобы алгоритмы жизни тела немного пришли в норму. Ну все, Саша Бэнкс, по-моему, ты уже сдалась, нет? Нет? Тогда мы еще руки тебе сноваем. Просто, чтобы у нее не было ни единого шанса, надо соприть, потому что это логично, как по мне. У нее уже соприть, надо руками делать, не ногами там или головой. Хотя соприть, что это вообще жестко. А вот руками. Так что, поскольку у нее не будет рук, то она и проиграет. Логично. Так, а вот это хорошо. Сэт Мишан. На голову, правда, хотя я с рук подхожу. Ну ладно. Ну ладно, ладно. На голову-то понятно. Саша Бэнкс не сможет на голову принять Сэт Мишан, просто потому что у нее голова-то цела. А вот сигна она примет. Сигна она не откажется от сигна, потому что сигна всегда хорошо. Ну и, собственно, это будет финальная сигна. Я думаю, это уже конец. Очевиднейший для Саши Бэнкс. Хотя у нее херезалинси. Воспользуется ли она херезалинси или нет? Раз. Два. Не, я? Серьезно? Саша Бэнкс, а ты неплоха. Я думал, что это уже конец. Потому что Саша Бэнкс такое вытерпела. Посмотрите-ка. Эх ты, Саша Бэнкс. Саша Бэнкс, а ты только тебя начал хвалить, а ты вон какую фигу не уделаешь. Берешь и даришь мне финиш. Вот зачем Саша Бэнкс? Могла бы потешить петь? Я бы тебя заметил. И все. А тут взяла и финиш Zack подарила. И-и-и-и-и. Опа. Как акробатик от рода, Ауди. И все ради. Все ради. Выкинули мы Саши Бэнкс за ринг. Чтобы сигнануть тру ту ту. И это. Ой, хороший кулачок, по-моему. Кулачком втащили мы Саша Бэнкс сейчас. Ну давай, Саша Бэнкс, ура, сдавайся. Все, пришло твое время. Либо сейчас, либо никогда. Хотя нет, ты по-любому знаешь. Все, идем, идем, Саша. Идем на ринг, а мы там закончим наше дело. И все-таки, сигнатур, мув. Самоудруб. Удачно. На. Удержание. Раз. Два. Использует резаль, если Саша Бэнкс. Она истыдает мое терпение, чертовка. Ладно, давайте тогда сделаем вот так. Да хватит, Саша Бэнкс. Мы просто дарим друг другу финишеры, понимаете? Никто из нас не хочет побеждать, видимо. Так. А вот нет. А, ладно, да. Отличный бэксуприкшат Саша Бэнкс. Давай, Саша Бэнкс. У тебя есть сигнат, кстати. Без понятия. А, нет, сигнат, наверное, у нее в углу. У Саши Бэнкс. У нее там хоть и есть прям в углу, скорее всего, он и есть, как сигнат. Так, так, так. Она нас пока что не замечает. Пока что не замечает. Рон, дорогой, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ага, купилась, да? Да, посмотрите-ка. Это мы купились на Сашу Бэнкс. Скорее всего, это ее сигнат, да? Да, это была сигна Саши Бэнкс. Интересно. Будет ли финишер от Сашуньки нашей? Да. Финишер от Сашу Бэнкс. Неужели будет удачный сапмишен? И... Бэкстебер! И... Козырный! Канаты! Это, мать вашу, канаты. И снова канаты, нет? На что ты надеешься, Саша Бэкст? После бэкстебера и этого его сапмишена, ты думаешь, что я просто так сдамся? Нет, Рон Раузи просто так не сдается. Но это было хорошо, кстати. То, что Саша Банк взяла на свои сапмиши, но Рон Раузи затянулся до канатов. Вполне может быть, сойти за прям в полноценный кусочек матча. То, что вот, казалось бы, все, она зафиксировала. Но вот такое пам-пам-пам и канаты. И... Ну все, Саша Бэнкс, время твоей номинации прошло. На тебе! Ты разозлил Рон Раузи. Не буди во мне зверя! И вот, что будет, если ты разбудишь во мне зверя. Говорит Рон Раузи. И, собственно, удачный сапмишен зафиксировала козырность своей Рон Раузи. И будет ли это конец для Саши Бэнкс? Как же я шпилю! Да, в смысле? Да, ва... Нет. О, Рон Раузи зафиксировала. Неужели Саша Бэнкс отстучит? О, нет, что же происходит? Что же происходит? Неужели Саша Бэнкс... Нет. Саша Бэнкс нашла выход и... Говорит, нет, Рон Раузи. Просто по лицу надавала сейчас Рон Раузи. Не сдалась она после первого сапмишена от Рон Раузи. Хайкик она еще и среверсировала. Слушайте, а Саша Бэнкс может уметь. Но ненадолго она будет, потому что сейчас у меня есть камбэк, который я не побоюсь воспользоваться и скажу ей здрасте, Саша Бэнкс. На! Да в смысле, Саша Бэнкс? Ладно. Эть. Да ё, ладно. Бэк-суплекс от Саши Бэнкс. Это, конечно, неожиданно стало для меня очень интересно. Я думал, она реально будет тупо порхать. Не ака. Посмотрите, что Саша Бэнкс-то выдает. Да, оп. А я не с... А-ха-ха. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, Рон Раузи. Если бы ты была мужиком, как Бакки Линджа, тебя бы дисквалифицировали на нахуй. Так, отличный ряс от Рон Раузи. Отличный бросок от Рон Раузи. И-и-и... Стой, стой, стой. Вот, да. И Рон Раузи фиксирует. И шпили. Да как так? Почему у меня идет хуже, чем в тот раз, хотя у него минус вообще был? Что происходит? Неужели Саша Бэнкс это случится? Нет. И в этот раз Саша Бэнкс говорит, как бы, ноу. Ронда. И снова по лицу дает. Этот матч пока что самый интересный за всю историю моих записей Роял Рамбл. Что происходит? Саша Бэнкс, ты почему такая могешь вообще? Нахренеть. Так, Саша Бэнкс. Решил подломать ноги Рон Раузи. Ну давай, Саша Бэнкс, Саша. Не запрещается. На! Неприятно. Рон, да. Нет, Саша, Саша. Ну не так-то просто, но я же не комп понючил. Ну хотя нет, иногда и после этого можно меня засопить. Удержать, точно. Ну это вообще издевательство. Я в чейн-рестлинге слишком хорош. Опа. Хе-хе. Так, 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 так. Переброс. Рон Раузи готовится сделать. Такой вот отличный выворот руки Саши Бэнкс. Саша Бэнкс. Отличный клоузлайн от Саши Бэнкс. Так, еще и по голове дает Рон Раузи. На! Втащила. Так, Саша Бэнкс. Что же еще делает наш Саша Бэнкс? Ну слушайте, если этот матч будет в реальности, вот какой-какой я сейчас показываю, то он будет реально на 5 звезд нахрен. Можете, пожалуйста, повдумайтесь. Первую половину матча я просто унижал Сашу как мог, сломал ею стол, но потом она начала не то, что рыпаться, а давать мне такой отпор, от которого просто мой напор спал. Это просто невозможно. Я хочу такой же матч в реальности. Чтобы, казалось бы, вот Рон Раузи зафиксировала, Саша Бэнкс такая кау-бат-ноу, Ронда, и вырывалась, и реверсировала мои сигны. Что происходит? Саша Бэнкс, какая же ты бешеная. Как же она хочет победить. Неужели она реально победит? Ну, в игре-то возможно, но в реальности явно нет. Но все-таки. Такая интрига бешеная. Потому что сейчас я слишком плохо запишу, как вы заметили, я даже не смог ее засобить, хотя непонятно почему. Но все-таки. Так, Саша Бэнкс. ОМГ-момент у Саши Бэнкс. Охренеть. Это же реально ОМГ-момент. Такое только, как ОМГ показывает. Я вот, кстати, думал, что вот этот прием с сигны, но, как видим, это ОМГ. Отличный прием от Саши Бэнкс. И же это конец для Ронда Аудио. Судья. Раз. А, простите, а почему я мог выливаться на один? А она не старатила на это финишер. Значит, это как меню финишер. Как максимум это ОМГ. А, где... Что? Ладно. Ну, это было неожиданно. Ну, давай, Саша Бэнкс, давай. Ать! И вот она. Отличный прием от Ронда Аудио. Все, теперь пришла доминация от Ронда Аудио. Ронда Аудио натерпелся с Саши Бэнкс. Ей это уже надоело. Теперь снова Ла Маме и руки полностью на... Чтобы у нее руки вообще ни единого шанса не оставляли. Хотя же... Я же королева сопишник. Какого хрена я не могу ее засопить? Это реально очень печально. Еще раз. Еще раз поворачивай мне руку. Давай, Саша Бэнкс, отстуки ее прямо сейчас. Облегчи себе судьбу. У тебя уже нет ни единого живого места. У тебя либо оно желтое, либо красное, либо вообще мертвое, фиолетовое. Кузлайн какой прям. Видно, что Ронда Аудио делает из последних сил. Она уже упала, делает этот кузлайн. Она уже просто устала. Так же, как и Саша Бэнкс. Какой же охренительный матч. Я-то хочу реально такой же матч в реальности. С такой же интригой, с такой же психологией. Я не знаю, может ли это называть психологией. Но, по крайней мере, отличным Ронда Аудио точно можно называть. Здрасте, Саша... Ой-ой-ой, что, все? Что такое? Я-не-не-не-не-не-не, все. Да, мы ее полностью доломали. Да, судя, проверьте, как она там. Может, она уже топ-тап-тап делает. Потихоньку. Нет, не надо проверять никого, потому что я бы готов был побеждать. Но нет, Саша Бэнкс не готова грибать дальше. Саша Бэнкс. Ни за что бы не подумал, что этот матч может вызвать для меня такую интригу и такие охренительные просто. Просто охренительные, все, даже не добавить нюбайк. Так, подломала немножечко мою спинку, но сейчас Саша Баг за это поплатится. Ты знаешь, как ты за это поплачешься, Сашунька? А вот этим. Опа! Да в смысле, хватит свистнуть! Вот она легенда какая должна быть, она должна вырываться после сигн. Не давать проведить финишеры и свистеть все, что можно только свистнуть. Вот что такое легенда, вот это хорошая легенда. Только для этого ей нужно было раскочегаврить минут 20, пока я ее пинал по всему рингу. И только после этого у нее, видимо, включился режим легенды. Это какая-то хрень, господа. Почему нельзя такого с самого начала, чтобы когда только заходил, тебе сразу же в первую минуту давали понять, что ты вообще днища и падая. Вот что такое легенда сложность, а не то, что вот этого. Да, Рон Драуди, потаутим, затаутим мы всех. Давай, Саша, вставай. Мы сейчас с тобой не закончим. Так, иди в канат. А это Кая, оп! А это Кая, оп, оп! Ииии... Отличный армдраг! Ну что, Саша Бэнкс, как у тебя серое твое тело? А мне без разницы. Сигна? Удачная сигна от Рон Драуди. Скорее всего, это конец все-таки. Удержание от Рон Драуди. Хвати ее ноги и руки, чтобы она... Канаты. Канаты. Сама Рон Драуди такая, да что ж такое? Сдавайся, Саша. Хватит сопротивляться. Здравствуйте, Саша Бэнкс. Да! Хватит! Хватит, Саша Бэнкс, свистывать мои финишеры. Уже какой раз? Я сделал только... Нет, я сделал два финишера. Да, да, я два финиша ей провел. И его вы безуспешно, как вы успели заметить. Давай, хайкик или что у тебя? Ничего. Саша Бэнкс. Она хочет снова сделать этот... Да, напрытка коленями, но мимо. Вовремя успевает отойти ровно-равно. Мне кажется, этот матч ничто не приплюнет из всех прогнозов. Вообще из всех прогнозов. Не только по Рон Драуди, но и за все прогнозы, которые я составлял. Этот матч самый горячий из них. И все потому, что я не могу в запмишетах. И Саша Бэнкс ориентирует просто каждый мой прием. Вот что такое легенда, понимаете? Да, вот что такое легенда. Она должна все реверсировать, не давать мне ничего сделать. И вообще доминировать. Хотя она уже полностью избита, но мне кажется, скоро конец. Мне кажется, если я прямо сейчас ее запеню, она запенится, кстати. Но я не хочу это проверять. Давайте попробуем. Если я сейчас вот... Я в последний момент хочу запустить. Раз. Два. Нет, посмотрите. Саша Бэнкс и вырывается, да? Вот что такое. Легенда, хочу заметить. Ага. Так почему в предыдущих матчах этого не было заметно? Да пока. Это к вам вопрос. Разработчики, сделайте так, чтобы вот 2-3 удержания после финиша проводили. И рестлерша либо рестлер вырывался бы. Вот это легенда называется. И безрезальность всяких помеч. Хайкик отличный. Давай еще раз. Давай еще раз. И в лицо прям. И еще раз. Давай трипл хайкик сейчас будет. Трипл балерина. Хорошо. Трипл балерина. Итс тайм. Тонс аген. Сигна турмов. Так, без пина, потому что я уже вижу, что канаты сейчас будут. Хотя... Пин! Да, канатов не должно быть. А, твои... Как она удачно поворачивается. Рон Драузи. Почему она все время... Почему не таки... Давай ей ноги сломаем нафиг. Чтобы у нее ноги не дотягивались до канат. Да куда ты ползет? Да сюда иди. И, удачный. Наконец-то. О, нет. Там, по-моему, тоже канаты сейчас будут. Нет? Так. Предположим, я провел и там вот этот самый... И самого дроп с разворотом. Раз. Ну, финишер-тобер два. Ну, и резальнс она использует. Ну, все, Саша Бенкс, у тебя точно шансов нет. У тебя нет резальнси, у тебя есть один финишер. У меня есть резальнси. Нюм есть. Ну-ка, ты можешь? Наконец-то. Рон-драйвчик, который могил Сигайзэнк. Это, по-моему, слишком было бы хорошо. Снова бросок. И снова рука. У Саши Бенкс. Бенкс, Бенкс. У меня уже просто нечего комментировать. Я уже выдохся на этом матче. В хорошем смысле этого слова. У меня просто уже было все. И столько эмоций, что я просто... Ах, что же делать? Так, Саша, давай бомбанем, смотрите, у каната. Как тебе такое? Так, и это арм-драк. Ну, со второго каната там она на третьем боксе делала. Так, сахарка надо. Давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ага, купи. Ой-ой-ой! Бэкстабер! И снова сапмишан от Саши Бенкс. Где мои урезались? Алло! Чего это было сейчас? Раз. Два. Три. Ну вот это, мать вашу, очень сильно похоже на концовку матча. Охренеть. Пять звезд, господа. Это пять звезд. Никогда бы не подумал, что такому матчу я поставлю пять звезд, но, мать вашу, это пять звезд. Вау. Просто... Я даже не помню, что произошло в конце. У меня не было резаленси. Я лихорадочно нажал на комбинацию, которая поменяет пейбайки местами, и, видимо, сразу нажал на ЛБ, который использовал мою резаленси, и свернул Сашу Бенкс в удержание. Охренеть. Это просто все. Я не знаю, что сказать. Этот матч превзошел все мои ожидания. В реальности будет гораздо хуже, мне кажется. Просто... Ах. Ну, это просто... Да. Надеюсь, вам понравился этот матч. Этот матч не мог не понравиться, потому что столько всего здесь было намешано, когда казалось бы, победа у меня в руках. Заша Бенкс фиксирует бэкстейбер, и все, у меня нет резаленси, но в каком-ках-то я смог это сделать? Что происходит? Блин. До свидос. Продолжение следует...